Мы рады вновь приветствовать наших зрителей в эфире нашей телекомпании программы «Городские встречи». Сегодня у нас замечательный, прекрасный, необыкновенный и очень редкий гость Николай Петрович Бурляев. Ну, давайте я сейчас по порядку прям перечислю ваши регалии. Советский, российский, артист театра и кино, кинорежиссер, народный артист России, член Союза писателей России. И еще у меня тут вот четыре строчки ваших регалий. Очень долго рады вас видеть, счастливы видеть. И я рад вас видеть в Рязани. Мы тут бываем. А вы как часто бываете в Рязани? Так и хочется чаще. Последний раз я здесь был, в 2002 году мы проводили прекрасный кинофорум «Золотой Витязь». Это осталось в памяти, когда я привез где-то 28 стран мира, 200 фильмов. И вся область Рязанская жила 10 дней этим форумом. Мы анализировали в Рязани приход «Золотого Витязя» сюда, и мы констатировали резкое понижение преступности, наркомании и самоубийств в эти 10 дней, чтобы был «Золотой Витязь». На 30% упали все показатели. Мы охватили духовно-нравственным кино. Это прекрасно. И люди вылезали из петли, бросали пить и хотели жить, глядя эти фильмы. Не то что сейчас, а в год российского кино. Я лично отдавший полвека российскому кино, больше даже 55 лет, я констатирую катастрофу российского кино. Кино, предательство моими коллегами и чиновниками, правящими культурой, искусство кино. Кино стало доходным промыслом, бизнесом. На нём стали делать деньги. И если бы Андрей Тарковский, ради чего я сюда приехал сейчас в Рязань, это в домик Андрея Тарковского под Рязанью, дом, который он любил, о котором он, живя за границей, говорил, что я мечтаю о домике под Рязанью. Вот об этом простом домике. И этот домик должен стать центром притяжения интеллекта и души планеты. Потому что Тарковский признан в этом мире как режиссёр номер один, недосягаемый. У нас отныне не будет поддерживаться государством то, что поддерживалось вот эти 30 перестроечных лет. Вот эта вседозволенность, вседозволенность, она уходит в прошлое. Когда государство давало деньги Фалосу на Санкт-Петербургском мосту, государственные премии давали. Когда деньги наши с вами, государственные деньги и деньги народа давались пьесам, пропагандирующим однополую любовь между школьниками. Русофобию откровенную. И это поддерживалось всё Минкультуры чиновниками. Сейчас аппарат очищается от такого рода чиновников, потому что приходит новое время. Надо браться за ум всем нам. И прежде всего государству, руководству государства. И первый шаг уже сделан. Указ о новой государственной культурной политике. Вы привезли в Рязань свой фильм, правильно? Да. Уже я открыл два киноклуба. Один киноклуб в Путятино. Подарил им 70 фильмов бесплатно. Это мой принцип. Не брать за это деньги. Отдал, чтобы показывали людям хорошее кино. И открыли киноклуб здесь, во дворце творчества в доме, так? Правильно. Да, Центр народного творчества у нас. Да, Центр народного творчества. Встреча была с работниками МЧС России. Поскольку год тому назад я стал по приказу министра МЧС директором Института культуры МЧС России. И мы открыли для главного управления МЧС Паризанской области уже 21-й киноклуб «Золотой Витязь» в структурах МЧС. Они действуют от Дальнего Востока, Уссурийска, до Калининграда, Северного Кавказа, охватывают Сибирь. Вот так. Как прошла встреча. Да потрясающе. Всюду люди в зале сидят, как будто их нет. Они так впитывают слово правды. Потому что я пытаюсь правду говорить всю жизнь. Угодно это или нет чиновникам нашим. Я достаточно резок с нашими чиновниками. Я ощутила это даже на себе уже. Они взорвались. Они думают, что они все знают про культуру, как ей руководить. Сами не будучи деятелями культуры. Это вот заблуждение нашего руководства поставить тех министров, которые далеки от культуры. Но это отдельная тема. Так что люди принимали все очень живо. И встречи могли длиться. Вот вчера в Путятино, но эта встреча могла длиться бесконечно. Потому что я видел этот зал, я видел это поглощение того, что я говорю. Внимание! Как говорил Лермонтов, есть чувство правды в сердце человека. И если ты эту правду даешь, то сердце резонирует. И общение может быть бесконечным, когда ты не лжешь. Вопросы задавали? Да, конечно, много, очень много вопросов. А вот какой вот самый запоминающийся вопрос? Очень много было вопросов о Тарковском, естественно, потому что люди интуитивно даже больше понимают его значение. Если весь мир говорит, что Тарковский – режиссер номер один. Это говорили лично мне такие режиссеры планетарного уровня, как Анжей Вайда, у которого Андрей учился тоже. Кшиштоф Занусси, Ежи Гоффман – это поляки, Тео Ангелополос – это грек великий, и Мир Кустурица. Он мне говорил, что он тысячу раз прокручивал на монтажном столике Андрея Рублева, чтобы понять, что такое режиссура. Тарковский – это планетарный гений, который упал-то метеоритом вот сюда, под Рязань, вот этот домик. И этот домик, я уверен, будет центром притяжения для всей России и планеты. Только его надо уберечь, сохранить, очистить пространство от того, что там понастроили, потому что там много лишнего, того, чего не было при Тарковском. Он-то видел вот эту реку, этот обрыв, эта банька, покосившаяся, этот дом кинематографический, очень дом. Я понимаю, вот я побывал там вчера и понял, что он построен Андреем по законам его кинематографа. И он этот дом любил, и он его пронес до конца. Он в Италии говорил, мечтаю о своем домике под Рязанью. Его душа здесь. – В каком состоянии сейчас дом? – Дом в переходном состоянии, я поглядел, там пока сохранено все то, что было при Андрее. Пока. Но нужно и родственникам быть более понимающими того, что это принадлежит не только им, это принадлежит России и планете. Вот это место. И идти на сотрудничество с руководством области, которое хочет помочь восстановить этот дом, очистить. Но зависит от родственников, очень много. – Вы с визитом в Рязани, какие планы, что здесь планируете провести? – Планы очень большие, потому что у Золотого Витязя огромные планы вообще, и деятельность очень широкая. Это ведь не только кинофорум. Вот я к вам тогда приезжал в 2002-м, это был только кинофорум. Но уже там через 4 года появился театральный форум, потом музыкальный форум «Золотой Витязь», литературный форум, изобразительный форум боевого искусства. И это целый букет форумов. Поэтому мы сейчас оговаривали с руководством области, это возможность приезда в будущем году программы, масштабной программы «Золотого Витязя». Что это будет? Это будет всё зависеть от Рязани, что она может принять. Или глобальный форум всех искусств. Будет выставка, будут показ лучших фильмов. То есть вот эту программу я предлагал руководству области Рязанской на будущий год. И если это будет трудно, энергоёмко поднять для Рязани, хотя подняли же «Золотой Витязь» в 2002-м, тогда есть и более локальные форумы, литературный форум «Золотой Витязь», который до последнего дня, которым мне помогал руководить наш великий русский писатель Валентин Распутин. Кстати, о литературе у нас на столе с вами лежат. Я привёз мой трёхтомник для того, чтобы подарить главной библиотеке... Имени Горького. Имени Горького Рязанской библиотеки, чтобы это осталось. Потому что в третьем томе, в частности, который озаглавлен «Славянский венец», там летопись «Золотого Витязя». И если откроем мы 2002 год, то мы прочтём, как проходило здесь в Рязани. И я бы окончил так, тем, что я написал очень давно, это и есть в этом трёхтомнике, «Если ни я и ни ты с ложью не выйдем на бой, Не защитим красоты перед зловеющей тьмой, Если ни я и ни ты факел сердец не зажжём, Правды не скажем друзьям, Песню души не споём, Ежели я, если ты станем в глаза людям лгать, И ради благ, пустоты, свет красоты предавать, Кто же за нас сбережёт истинный свет золотой, Мир от распада спасёт, Коль мы не вышли на бой». Надо выходить на бой. Согласна с вами. Спасибо вам большое. Мне вот лично с вами очень приятно было общаться. Я думаю, зрителям будет не менее приятно и интересно посмотреть. И мне с вами было приятно в вашем лице, И я целую всю Рязань. Очень приятно. Спасибо большое. Спасибо. Николай Петрович Бурляев. Заходите к нам ещё обязательно. Приглашайте, буду заходить. Приезжайте к нам в Рязань. Будем рады вас видеть в нашей студии. Это была программа «Городские встречи». Мы прощаемся с нашими зрителями, Но ненадолго, поэтому оставайтесь с нами. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова